Конечно было бы лучше, если бы на этой детской площадке звучал гомон детей, смех детей Старики умерли, молодежь вся в городе Вот этот забросенный дом, люди уезжают из сел, из деревень А с чего вы живете? Ну вот с земли, что растите? Всем привет наши дорогие любители Крыма и путешествий И сегодня мы продолжаем снимать для вас красивые, прекрасные, познавательные видео Мы находимся в селе, родники Нижнегорского района И продолжаем наш цикл видео, Крым которого больше нет Рассказываем, как живут в деревне, какие заброшенные дома Показываем сельскую жизнь Не курортный Крым Да, не курортный Крым, ребята, я думаю вам будет интересно В данный момент мы вместе с вами находимся прямо возле остановки общественного транспорта В селе Родники Мы видим, остановка выкрашена в цвета российского флага Цвета триколора Надпись написана, конечно, от руки Но остановка есть, значит транспорт здесь ходит, ребята Вы только посмотрите, какие краски осени, как прекрасные Я очень-очень люблю осень за вот эти краски За вот эту тишину, вот сельская местность, чем мне нравится То, что здесь тихо, чистый воздух Птиц слышно, даже слышно, как шевелятся листья на деревьях Детство это золотая пора в жизни каждого из нас Да, все помнят детство, все помнят вот такие вот качели Какие-то детские городки Где можно было прийти, покачаться на качельках Я вот в данный момент качаюсь на этой качельке И она даже не скрипит Да, детская площадка в этом селе есть Но тропа сюда, детьми, не протоптана Покрашена, сделана аккуратненько Все вроде целое, но здесь не слышно детского смеха Детей нет И как-то немножко печально становится в этом селе В селе с красивым названием Родники Первое упоминание про это село встречается в 1784 году А в 1805 году в этом селе насчитывалось 12 дворов И проживало 118 жителей В основном это было население крымских татар После окончания войны крымских татар из Крыма выселили И до 1948 года это село называлось, если мне не изменяет память Айкашен По-моему так, ребята Потому что все эти татарские названия, но они трудно выговариваются Вот эта тишина Конечно было бы лучше, если бы на этой детской площадке звучал гомон детей Смех детей Ходили бы родители, приходили бы сюда Сидели бы здесь на лавочках Где-то подсказывали детям, как на горке этой безопасно кататься Смотрели бы, общались бы Но к большому сожалению Как есть, так есть Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Дома в селе Родники не газифицированы Я не вижу газовых магистралей, которые идут вдоль улицы и подводки к домам Но программа газификации села, крымского села, идет И мы видим, что от основной дороги сделана новая асфальтированная дорога К газовому терминалу Да, он построен, он есть И скоро будут по улице прокладываться трубы, газовые трубы Но вопрос в чем? Вот эти люди, которые здесь живут Которые Ну мало, очень мало дворов здесь Будут ли они подключать себе газ? Возможно, кто-то и подключит Но подключение газа, многие из вас знают, что оно достаточно затратное И вот они, пожалуйста, персиковые деревья Совсем молодые Ухоженный сад И прямо в этом персиковом саду есть заброшенный дом Давайте подойдем туда Как-то странно, вроде сад, за садом ухаживают, а дом заброшен Давайте попытаемся заглянуть сначала в окошко, а потом зайти в этот дом Что же здесь происходит и что это такое Внутри, через окно, вот так это выглядит Обходим Да, ребята, странность Гуляем по ухоженному саду, где растут персики Но не росли, в данный момент урожай убран И вот такая заброшка Давайте зайдем в эту заброшку И все детально рассмотрим Небольшая комната, скорее всего, это прихожая и кухня И одна комната Вторая комната небольшая Ну, я не знаю, это частное жилье Или, может быть, это какое-то здание, которое относится к саду, к этому Непонятно Кто знает, пишите комментарии Там дальше есть еще один заброшенный дом То есть вот сразу рядышком два заброшенных дома мы гуляем по саду А сад достаточно большой, ребята Он очень большой Смотрите, персик, листья еще зеленые Где-то пожелтели, листва осыпаются Мне кажется, это разный сорт персика, видите? Разный цвет листвы Да, вот дом побольше Здесь уже есть печная труба Окно заколочено Ну, вот это, скорее всего, жилой дом, ребятки Потому что пристройка сарай Также пристройка Типа мы жжем туалет Наверное, здесь никто не жжет Потому что вот этот туалет покосился уже Да, ребята Ну, смотрите Неужели здесь можно В данный момент что-то делать Солнышко выглядывает Мы выехали очень рано Приехали к своим родственникам в Охотское Остановились там, чтобы максимально наснимать видео для вас Смотрите, вот эта пристройка заброшена А здесь, я не знаю, ребята, стекла Собак вроде нет Собаки не гавкают Неужели здесь жилое помещение? Все вот в таком запустении Ребята, вот так все это выглядит Ну, давайте зайдем, посмотрим Надеюсь, нас не прогонят Нет, дом Ну, совком вот так закрыто Все Такой совочек печной Там что-то складировано Скорее всего, эти дома Относятся к саду Потому что там коробки Для персика Для сбора персика Со складированы Вот такая сараюшка Еще одна Да, ребята Это все относится к персиковому саду Потому что вот они, въездные ворота Это, скорее всего, какие-то складские помещения Где хранится персик собранный Мы проникли на чью-то частную территорию На территорию какого-то предпринимателя Потому что я сомневаюсь, что это какой-то колхоз, совхоз Смотрите, какая красота В селе Родники есть не только заброшенные дома Мы находимся перед одним из частных домовладений Достаточно ухоженная Есть дом Есть хозпристройка Гараж Внутри стоит форт транзит Территория немаленькая Ребята, чистенько Люди ухаживают Также внутри Этого частного подворья Есть всякие такие приспособления Для обработки земли Для сельхозобработки земли Культиваторы какие-то Плух Еще что-то Ребята, люди здесь живут Люди ведут хозяйство Там огород Я вижу, что есть огород И присутствует полив Добрый день А можно поговорить с вами? Сейчас попытаемся разговорить Одного из местных жителей Как им здесь живется Попытаемся все это узнать Вот идет молодой человек Мужчина идет Люди в селах Просыпаются рано Занимаются своим хозяйством Смотрите сами Чистенько Очень опрятно Чисто Листва сметаются Добрый день Здравствуйте Меня Евгений зовут Мы из Симферополя Приехали в фильм Про ваше село снимать А вы можете Что-нибудь нам рассказать Как вам здесь живется Как живется Один остался Как живется Вы в доме один остались Нет, вот по кругу А кругу А там мы видели Люди ходят Вроде Тут край немножко заселенный А, то есть вот начало села Здесь старики умерли Молодежь лохнула вся Сады молодые Это ваши, да? А? А мне этот сосед Он в Охотском живет А, в Охотском живет Водители умерли А дом остался Он посадил сад Он фермер Занимается землей Ну у вас я смотрю Машина есть, прицепчик Кто работает Тот везде работает У вас есть машина Прицепчик А транспорт Ходит сюда Общественный Автобус Школьный Школьный автобус То есть школы здесь нет Детей забирают Везут в Охотское Да А магазин тоже нету Магазин у меня дома был А вот я смотрю Гривни работать Газ вам до села довели А по домам будут разводить Наверное Вот распределитель поставили Недавно, да? Своё дело сделали Бросили А, и пока ничего Да не швелится Что с водой у вас? С водой у нас всегда бомба Ну водопровод центральный Или склад? Водопровод центральный От скважины вода Хоть в канале не было У нас есть У нас село Родники Сбросив вода есть А родники сами здесь есть? Вот село Родники Называется? Ну вот сбросив вода всегда А когда вы приехали сюда жить? Расскажите В 90-м В 90-м году, да? Здесь жили еще люди Как-то же Работал трактористом Комбайнером Пока не развалился колхоз Ну вот я смотрю У вас там Культиватор и плуг Это вот все осталось Маленький трактор купил Китайца Пацан с землей Капусты много сажает Картошки много Сейчас стягают Вот уже пятый раз Поедет понедельник Ну вот вы на земле Работаете Хозяйство у вас есть Я смотрю Все культурненько Чистенько Вы куда-то сдаете Это все потом? Скотину сдаю Мясником А капусту Краснодар забирает Феодосия сюда Пацан грузит Свои клиенты Сам возит Шикарно Ну в том году цену поймал В этом году Не очень, да? Ну все говорят Она 5-6 лет раз стреляет Картошка что 10 рублей Это цена? Ну да А сколько работы? Ядов, работчик нету Ну уезжать вы не собираетесь Никуда ехать Ну вы пенсионер, да? Ну этот 55 Я как-то по тракторам ушел Не пенсия, а соцпомощь Соцпомощь, да? При Украине пенсии Была А в России этого закона нет И то 5 раз судился Доказывал, что работал То есть тяжело 7 тысяч 7 тысяч всего лишь То есть в принципе живете с хозяйством В основном В основном хозяйство огород Быков много Ну а что люди, которые живут там В той части села Говорят, как им живется Может никто не согласится С нами разговаривать Ну мало ли Люди же разные бывают Да Жимка на сезон В судаке работает Я вожу товара Так все люди дома Фермеры у нас есть много Занимаются садами Огородами У них работают все Ну персика много растет Я смотрю здесь Да, вот целый сад Персик он не родит почти Не родит? Яблоко там, да? Дальше Лук много сажают Вот за огородом 5 гектар Буряк, капусту Все Пацаны занимаются Кто занимает Кто работает Кто-то имеет немножко А кто? Руки отпустим Ну молодежь бежит из села Нету никого Никого нет Старики умерли Молодежь вся в городе А мы смотрим Детскую площадку сделали Даже не протопсано Нету А детей здесь практически нет Внуки приезжают Ходят и все Ну вот школьный автобус А сколько школьников В вашем селе? Ну здесь наверное С этой стороны Человека 4 И там 3 наверное То есть 7 человек Всего детей Которые выучатся в школе И скорее всего Села уедут Спасибо огромное Хорошего дня вам Здоровья Иван-то И Ну что Трудиться на земле Нужно Чтоб Надо Чтоб земля Земля родила Чтоб у вас Руки отпустить Забухать что ли? Спасибо Деревни что делают? Да во всех селах Сейчас куда не поедут Все половина пустые Разбомбленные Все Старики умерли Молодежь лахнула Ребята Нам сказали Что здесь Вот в этих зарослях Есть заброшенный дом Теперь по поводу комментариев Люди писали Как же купить И сколько стоит Здесь участок И заброшенный дом Ну мужчина Честно говоря Не знает Купил он Купил он целых пять домов Думал что останутся дети И говорит Скорее всего Обращаться в сельсовет Ну вот смотрите Вот такие заросли Вот заброшенный дом Люди уезжают Из сел Из деревень Давайте зайдем Посмотрим на елки Вообще время Здесь полностью остановилось Вот такая заброшка Все в аварийном состоянии Находится Так выглядит Небольшой дом Земли здесь Очень много Заброшенных домов Здесь Достаточно много Ребята Вот такие заросли Вот такой лес Небольшой домик Домик под шифером Это когда сюда Переезжали после войны Когда после войны Сюда переселяли людей Была целая программа Заселения Крыма Ну татар же выселили И людей сюда заселяли Смотрите Вся территория Все это подворье Оно просто поросло Заброшено И причем Заброшено Очень давно Такое впечатление Что мы находимся В лесу В осеннем лесу Ребята находимся Жду от вас комментарии Интересно вам смотреть Такие видео Или нет Все кто на наш канал Не подписаны Пожалуйста Подпишитесь Поставьте видео На паузу Подпишитесь Нажмите колокольчик Чтобы не пропустить Дальнейшие видео Также подписывайтесь На наш телеграм канал Там вы узнаете Все новости В реале Так сказать Реальные события Куда мы едем Снимать Что мы снимаем Ссылочка на наш Телеграм канал Есть в описании Там еще один Заброшенный дом Ребята То есть вот они Два заброшенных дома Все заросло То есть Если кто-то Решится сюда заехать Узнает Сельсовете Сколько стоит дом И решится Купить здесь землю Придется Очень много Трудиться Придется Все это косить Все это пилить Вырубать Наводить Полный порядок И дом Конечно же Перестраивать Заново Решили немножко Прогуляться По единственной Улице Села Родники Все посмотреть Все вам Показать Ребята Вот такая Настоящая Жизнь Настоящая Сельская Жизнь Настоящего Крыма Это не курорты Море Где все Зализано Прилизано Где все Красиво И прекрасно Куда вы Приезжаете Отдыхать Что там Лиса Бежит по дороге Лиса бегает Или собачка Или лиса Не знаю Ну и раскололи Лиса Возможно Лиса Нет Собака Собака Маленькая Собака Ере уже Лисы Чудятся Ребята Она уехала Из цивилизации И уже везде Вид волков Лис Природа Так вот Вернусь к тому Что ребята Это не курорт Куда вы приезжаете Нежиться на солнышке Купаться в море Вот такая она Жизнь на земле Нужно трудиться Трудиться И трудиться Конечно Кто не хочет трудиться Он очень быстро И легко спивается Начинает ходить Клянчить сигареты Деньги Потом соответственно Следующая стадия Белый горячка Белый белый Горячий горячий И все И нет человека Большому сожалению Уезжает Молодежь Детей вы слышали Которых возят в школу Всего лишь Семь человек В этом селе Давайте уже Не на меня смотреть А на само село Вот такой домик Он полузаброшенный Возможно Кто-то живет Заборчик Вот такой Деревянный Штакетник Летний душ Есть новый И рядом Совсем старый дом Ребята Совсем старый Низкий дом Скорее всего Это переселенческий дом Да Единственная улица Вот такая старая Телерадиомачта Возле дома Возможно Это ветряк был А может быть Телерадиомачта Какая-то Ну и вот Очень хороший дом Достаточно большой дом Хорошие ребята Да То есть Отстроили Живут Люди здесь живут Ведут хозяйство Вот машина у людей Потому что В этом селе Ну невозможно Без машины К большому сожалению Когда-то в этом селе Была школа Но в данный момент Школа уже разрушена И не осталось Камешка на камешке Вот еще один дом За заборчиком Забор из шифера Небольшой домик Такой конечно Он нуждается в ремонте Но люди здесь живут Во дворе Остов Старого москвича Ребята Вот так его поставили Он без колес стоит Очень много земли Очень много земли Которая нуждается В обработке И Крым ждет людей Которые сюда приедут Которые любят Жить на земле Конечно Жить нелегко Возможно Местные власти Будут ставить Какие-то препоны Но если человек Захочет жить на земле Захочет купить Здесь Себе здесь Землю Я думаю Проблем Не должно быть Кто хочет Тот своего добьется Ну смотрите Вот машина Вот частное подворье Люди живут Люди строятся Сажают Высаживают Огороды Убирают Огороды И еще немножко И мы пройдем Все это небольшое село Идем дальше По улице И видим Вот такой вот Старый старый прицеп Небольшой домик Не знаю Скорее всего Он заброшен Ребята Возможно Там никто Уже и не живет Но с другой стороны Есть небольшой Но культурный Красивый домик Да Частное подворье Все красиво Культурно Все отштукатурено Хоз постройки Пластиковые окна То есть действительно Как я говорю Всегда Кто хочет жить Кто хочет трудиться Тот здесь живет Дом чуть повыше Не такой красивый Но Все будет хорошо Да Работы ведутся Пристройки Пристраиваются Заборчик Новенький Ворота Новые Все хорошо Напротив Дом уже Забор есть Но дом заброшенный Возможно Кто-то купился Его как второй И пристраивает Скажите пожалуйста Как же здесь Вот вы трудитесь На земле Купили дом Пристраиваете Я смотрю Да Да А давно вы сюда Переехали? Четыре годика Четыре года А вот многие Интересуются Как купить Дом заброшенный С землей Вот Это куда Обращаться нужно В сельсовет В сельсовет Опять же В сельсовет Не секрет Дорого стоить Будет Ну может быть Ориентировочно Вот на данный момент Не знаете В том году Взяли ребята За материнский Капитал Там в конце То есть Материнского Капитала В принципе Им хватило Да Договорились Договорились Да Можно договориться А с чего вы живете Ну вот с земли Что растите Все что возможно Все что у всех Картофель Капуста Там С Животных Выращивают Спасибо Спасибо огромное Вы только что Слышали Как живут Здесь люди Как живут Люди Будем говорить В глубинке В крымской Глубинке Прошли Практически Все село Вторая остановка Родники Здесь должен Разворачиваться Автобус Школьный Когда забирают Детей Ребята Ну вот так Все это выглядит Да Жизнь идет Люди здесь Живут В этой части Села Как-то Больше людей Опять же Прицепчики Не знаю Используют их По назначению Или нет Вот они Родники Вот они Вот речушка Да Вода Здесь Есть Водозабор Свердлова 38 За домами Ухаживают Небольшие Огородики Хозяйство Курочки Утки Ходят Там Ребята Розочки Цветут И Дальше Вот там Необъятные Поля Земля Здесь Плодородная Земли Здесь Очень Много Напротив Домов Вот такие Вот Небольшие Огородики У людей Я не знаю Что это Какие-то Деревцы Или саженцы Может быть На продажу Или что Везде Орошение Есть И Тишина Ребята Тишина Осенний Крым Крымские Деревни Сегодня Вы посмотрели Очередное Интересное Видео Я думаю Вам понравилось Ждем от вас Много Комментариев Подписок Ждем Подписок Конечно Кто-то смотрел До конца Он подписан Или сразу Нажмет кнопку Подписаться Колокольчик Также Лайки Надеюсь Вам понравилось Дизлайк Здесь не за что Ставить Ребята Действительно Не за что Мы продолжаем Ездить по селам Деревням Крыма Снимать для вас Такие видео Немножко Меняем на осень Контент Я думаю Курорты Сейчас не очень Актуальны Да Золотка Мая Да Кстати У нас есть еще Телеграм Канал Я сказал об этом Да Подписывайтесь Ну море мы Будем вам Периодически показывать Все Насим Не смеем вас задерживать До встречи В следующих выпусках